будьте здоровы hello my darling с вами симона и мы с вами продолжаем играть в брамбл он достиг цели на которую указала ему туго олли вошел в черные чертоги полной решимости отыскать сестру какие черные горные чертоги то они черные и что теперь делать но тут же ничего нету не понял а тут даже выйти из этого нельзя может что-то залагала а окей ну понимаете потайной ход он на то и потайной чтоб его было не видно и никто не догадывался в чем дело господи ты сам уже страшнее смерти блин ё-моё зато тут не будет зомбарей о здрасте у нас тут новая история нас ждет это как уже в трехчасовой игру измученный окровавлен и полное отчаяние король нильс пришел в дом ведьмы на окраине королевства он упал на колени умоляя ведьму вылечить ее его сына это согласилась ведьма объяснила что цветок обладает огромной силой которую проще обратить во зло чем во благо ведьма наказала королю использовать лишь один лепесток если съесть весь цветок это приведет только к смерти передозировка это называется ульрик начал поправляться но кровавый поход короля вызвал недовольство подданных на следующий день король нильс нашел своего сына мертвым и последний свет сдерживавший тьму в его сердце погас копе но это но это гениальное было решение типа пол страны выкосили чтобы спасти этого пацана и они такие пришли и убили его то есть эти люди зря вообще погибли они и так не очень то полезно это сделали а теперь вообще зря красавчики чисто красавчики они умели в тактику горе овладела королем он обратился к цветку который обещал жизнь и вместо этого увидел в нем спасение от страданий ведьма приехавшая навестить короля и принца в отчаянии наблюдала за жуткой сцены она возвела над королем гору и сковала его тем же терновником которым он опутал все королевство и по сей день тролли кормят его в наказание за его злодеяние кормят в наказание чем они его кормят говном а вот сюда мне я должна освободить короля или лучше нет так это вот как раз их портреты неплохие так часы без стрелок бокал почему-то взять его нельзя это вот просто куча серебряного что мне это дает эта дверь наверное ого мы переоделись что да самое время это прям как в этом клубе романтики в секрете небес прям типа то вокруг война что нужно сделать переодеться конечно же ой и посидеть переодеться и посидеть хорошо красиво ну хоть отдохнет парень он столько уже тут блин мотается не понял нельзя типа да непонятно же может быть тут что-то валяется где-то что от меня опять хотят ну вот это же оно никак не отпирается нет оно никак не отпирается два два а на бокале что по-любому же на бокале значит тоже что-то есть осталось только понять где а на бокале ничего нету что почему прям вообще нету никаких цифр не вижу что это такое что это за безобразие а одну мы только нашли стрелять стрелку и повернуть ее надо допустим на 2 интересно бокал вот у него этот в руке а вон эта фиговина стоит сахарница не знаю что это такое это вот костюм принца нет послушайте в какой момент мы стали размера обычного человека мы же были совсем мелкие крошечные у нас там были огромные олени может это олени все таки были огромные и еж а где же еще стрелку то найти в таком разе может быть а а я думал что это крестик типа назад вернуться можно а это типа книжный шкаф в котором можно взять кинжал или нельзя а x 10 а стрелку то мне дадут мне чтобы это 10 поставить опа интересно а может я все таки две стрелки нашла что ты так и вздыхаешь нет у меня нету больше стрелок где коник просто коник просто коник но я увидел слева от коника еще не видеть эм здесь полезно даааа полезно и еще один ой ты не то наш я не то нажала нож что они хотели всем этим сказать где вторую стрелку брать быстро рассказывайте мне я уже не могу все у меня терпение кончается сейчас на зачем вот эти штуки я должна еще найти какой-то костюм и там в кармане будет лежать еще стрелка не понимаю не понимаю не понимаю и зачем все эти предметы типа просто для какой-то картины что ну вот он пил ну вот он выдрал все стрелки из часов и запрятал в разных карманах он вообще был очень странным человеком ну вот мы на горе зажгли такой камень чего мы сейчас не можем странные назад никуда нельзя вернуться посидим подумаем ой посидели подумали посидели подумали посидели подумали что-то побольше найдем в преседе что-то побольше найдем странно а этот значит меч это его у 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 Вот этот деревянный. И что? Я все равно его не могу взять. Я вообще ничего здесь уже не могу больше взять. И даже просто посмотреть. Не, просто посмотреть могу. Вот такое ощущение, как будто, блин, вот эти ящики должны открываться. Но они не открываются. Опа, а тут вон я нашла цифру. Шесть. Значит, нам вообще три стрелки нужны. Тут и дырки три. Да я даже вторую не могу найти. Подождите. Да это вообще, ну что это за чушь? Ну просто ходить здесь кругами и все. А если нам делать, типа, разные вот эти... Следующее там было какое? Шесть. Вот это. На бокале было написано... ШЕСТЬ! Пожалуйста. Пожалуйста! Это очень странно. Что-нибудь поменялось. Эм... Тут нет. Эм, тут тоже. Эм... Эм... Тут тоже. А если десять, как на мече? Ну не на мяче, а на мече. Вот так. Что еще может измениться здесь? Тут ничего. Тоже ничего. А куда он вышел-то, ты говоришь? Ну... А, надо может прям щелкнуть? Типа я вот такая нажала. А потом получается, если по картине... Потом получается два. А потом получается 10. Если я еще все правильно помню, что там на них было нарисовано. И типа что? Дверь должна открыться? Мне подручный сказал, что надо сделать все то же самое, только надо, чтобы вот без выхода из этой фигни. Допустим. Потом там была эта сахарница дебильная. Потом уже меч. Аллилуйя! А это что? Какой-то ключ. Вот так спасибо. Это от этой двери ключ? Так она и без ключа скрипнула. Вообще-то. Какие-то женские голоса. Что происходит? И жим. Блин, сейчас он нас увидит в костюме сына и скажет, что мы уроды и так нельзя было делать. Мы оскорбляем его память и... и все. И... это... Что надо сделать опять? О, господи! Можно быть еще менее интуитивной? Можно? Чего? Как... Как я здесь вообще оказалась? Что произошло? Что? Так, надо быстренько сейчас спрячь отца за вот это вот говно. Ага. А потом, я извиняюсь, мне куда? Наверное, вот сюда. Ага. А теперь чего? Серьезно? Но я не успела. Я не успела на бачок переетоваться, перебежать. Так, ну давай, ну почему? Давай, 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 давай. Так. Так. Что? 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 А главное, я пока все еще не понимаю, чего мы ищем, ради чего мы все это делаем. Да. Но мы же все здесь помним, что я и платформеры это любовь на века. А 3D платформеры это же вообще это песня. Просто. Ну давай, давай. вот тут же мы в безопасности. Да. И тут еще пока в безопасности. Ага. А можно меня вот здесь сохранили, пожалуйста? Меня сейчас выплюнет туда, если я пройду не в тот момент, правильно? А-а-а! Что? Я думала, там... О, меня сохранили здесь. Да просто красавчики. давай, давай, блин! О-о-о! О-о-о! Что? 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 Вы что, издеваетесь? Вы что за трэш здесь устраиваете мне? Давай, 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 на бочок, на бочок. Молодец! Молодец, мой маленький, мой хороший мальчик! Нет! Ты дебил! Ты дебил! Ты понимаешь это? Ну хорошо хотя бы, что меня здесь сохраняют. вообще, господа тролли, вы не могли бы прерваться на чу-чуточку? У вас гости! А, нет, надо вот так чуть-чуть сейчас. Вот так, оп-оп-оп! Сейчас еще будет следующая волна, а потом я уж перелезу и перепрыгну и вот так, вот и все. Давай, беги скорее, почему бежать нельзя по этой штуке? Пожалуйста, пожалуйста, парень, будь быстрее, спасибо. Оп! Получается, спаслись, да? Ой, тут что-то пафосное, какая-то дверь. Нет, ну надо выйти. А надо, типа, вовсе успеть или просто вовсе попасть? Вовсе попасть? А может, я успела, кто знает. Ворота, которые должны были оставаться закрытыми, отворились. Короче, мы все неправильно делаем в этой игре. Этого всего не должно было быть. Ворота должны были быть закрыты. Мы должны были быть в лесу с ежиками, смеяться над глазадами одуванчиками. Вот что должно было происходить. Все идет не по плану. Так не надо. Так не должно было быть. горный король, который должен был быть заключен навеки, явился миру. Ему нужно было добраться до мешка, прежде чем Лилимор станет обедом великана. Что? А мне куда? Мне сюда? Нет, не похоже на то. Зачем мы все это делаем? Мы сейчас, я так понимаю, еще и как бы короля освободим. И этого тоже не должно происходить, правильно? Я ничего не понимаю опять. Но я же здесь не могла забраться. А тут чего вообще? Ничего вообще. ну я не могу здесь забраться никуда. Куда я, блин, должна идти? не можешь и сделать что? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЧЕГО? Почему хотя бы не отмечать, хоть как-нибудь выделять, я не знаю, то, что подлежит взаимодействию? хотя к чё за дебильные вопросы я задаю нам вообще предлагали в темноте играть в абсолютный ага и теперь я должна была с этого ракурса понять куда мне дальше и идти ползти да на самом деле я засыпаю немного ну типа настолько увлекательно что а это терновник это не просто камень а нет это так не работает да а я по терновнику должна идти вроде мы его избегали теперь по нему вдруг надо ходить тут вот я не знаю как по мне тут интуитивности 0 а главное непонятно чё вообще к чему я думала просто цветочек ну естественно и мы сейчас его освободим кто там это этот который похитил нашу сестру ну там в этот за дверью забрали мешок там сестра в мешке или нет что 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 не жрите сестру мою и это ему в наказание все происходит ты чё вытворяешь ваще пёс горный еще и кирпич тоже сожрешь а нет ну здравствуйте приехали еще один монотонный босс которого надо чё-то там не тут даже не мне подстраховали типа чтобы ты просто тупо не падал настолько тут все продумано ну про прицеливание я уже в прошлой серии говорила по моему я не знаю можно было и еще а а а а а а и вот еще рандом мне очень нравится рандом мне очень нравится не знать что меня ждет вот в каждую следующую секунду отстань офигеть то есть у него еще и искусственный интеллект такой типа прокачанный так мой то никто не прокачал здравствуйте так не честно гнида какая он еще угадывает в какую сторону я сейчас побегу и опять же говорю меня никто даже не подстраховал чтобы я ну просто тупо не падала хотя бы ты последи пожалуйста и за этим и затем ха 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 чё всё сломалась система твоя гнида зато музыка крутая классика всегда беспроигрышный вариант а блин я еще путаю сейчас вот он просто промазал если честно да он издевается просто а как бы я оттуда сейчас вообще это сделала типа он же из жопы не достает рывок как не чаев там я не знаю иди в пень отлично теперь вилка вилочка куда вот он сейчас целился иди ты в пень это а главное нет самый интересный вопрос к чему весь этот вообще этикет ты этих двоих только что слопал вообще просто так не жуя нет вот этот как он вилку заносит страшно это вообще трэш какой-то убирай руку свою и вилку свою убирай отсюда опа отстань от меня отвали пожалуйста ух ядрышка кочерыжка и что ты будешь делать таким большими а окей ну здрасте вот распустился цветочек ну я я вот от этого вообще не знаю как уворачиваться там даже не видно вообще я уворачиваюсь или нет короче мы здесь на пять лет что он попал он попал он попал ну я я реально не одупляю какого хрена у местных боссов просто до хрена возможностей расправиться надо мной а то есть он теперь еще и по два раза это делает господи как шикарно я только сообразила что надо подпрыгивать вообще в принципе а он вообще озверел и решил что он теперь по два раза будет это говно вытворять гнида а какой-то обоссанный дед вообще да то что ребятки кто нибудь помнит сюжет чё тут вообще к чему чё там сестра так ну допустим вот какой хрен он начал по два раза мечом своим долбаном махать мне вот это вообще непонятно так бежим 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 ооо блин ну вот куда целиться как целиться почему целиться Он вообще не целится Он просто машет мечом своим И все Блин, нет, не надо было Не надо было Где, где, где? Что от этого делать? Что против этого-то делать? Мне просто интересно, нахрен Типа, окей, тут перепрыгивать Тут убегать Тут еще чего-то А от вот этой вот какой-то хрени Которую он кастует Что делать? Отвали, дед Ну серьезно Уже сил нету Ты вообще только что пожрал Ты что, не наелся, ты хочешь сказать? Ты слопал нашу сеструню Ты норм? Ты считаешь, ты норм, дед? Отстань, дед Короче, я прогуглила Надо прятаться за камнями от этого говна Отвали, дед Реально Вот это вот по два раза Вообще меня добивает Так, 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 так Как ты задолбал реально Дед Вастушу подед Да, да в смысле? Я, я, меня даже там не было уже Лучше б ты все время своим мечом размахивал, если честно Да А так даже невозможно разглядеть, куда А! О, я спряталась за камнем Вау, просто Геймплей А потом я просто не смогла убежать Потому что пацан не ускоряется Сколько ты не жми на этот сраный шифт У меня уже шифт скоро впадет Вот с мечом все в порядок Меч меня устраивает С тех пор, как я поняла, что с ним делать Меч меня устраивает Блин, скейт Типа я должна от опасности находиться за километр Чтобы мне это, ну, как бы помогло хоть как-то Но прикол в том, что у меня нет такой возможности Пацан не бегает так быстро Оля, признавайся Признавайся, что ты сделал такого плохого в своей жизни Что вот такая судьба у тебя тяжелая Мне кажется, прям Мне кажется, прям конкретно ты карму подпортил, чел Ну, прям, прям что-то вообще Конкретно не так В чем-то ты прям неправ Хорошо, хотя бы после меча никуда ничего не падает Это уже неплохо Я спокойна Я спокойна, как удав Как валенок Нет Я не спокойна Иди лесом, дед Мы как раз находимся в прекрасном дремучем лесу И я тебе советую Им идти куда-нибудь подальше Псих ненормальный Вообще, я в костюмчике твоего сына Которого ты трагически потерял И так переживал Что просто выкосил пол собственного народа И что теперь? И ты готов Мальчика в таком же костюмчике Просто взять И уничтожить А вот сейчас не придави Вот что интересно, да? Не то, чтобы меня не устраивает этот расклад, да? Ой, тихо-тихо Опа Сработало Все, дед Ты дотрынделся, реально Все Отвали Ага, замахнись Когда путы терновника ослабли Горный король впервые За столетия раскрыл глаза Аааа, это был не он Это все терновник Но то, что он увидел Напомнило ему О любимом сыне Вот так я о чем и говорю Я для чего костюмчик-то надел? Чтобы что? Он не мог снова его потерять Ты мог? И вообще-то это 15 раз уже сделал На этот раз король Нильс Победит тьму И скинет сына в бездну Просто красавчик Нормас Мне понравилось Что это за говнище? Что мне теперь с цветком драться? Бежим к цветку Бежим Надо мне что-то делать с этим вообще Источник проклятия расцвел И что теперь делать? Король Нильс вырвал терновник Растущий из его спины И покончил с проклятием Аааа Лили Мор Ждала наверху Внутри горы А, мне надо дальше идти А мне надо По-моему По-по-по-по По мечу Мне надо? Или что мне надо? Наверное Наверху Она сказала Внутри горы Мне наверх Правильно? Ой Не рычите Пожалуйста Вы меня и так бесите Если честно Так Оп-оп-оп-оп Щекотушки Щекотушки небольшие Тю-тю-тю-тю-тю Так А что дальше Получено достижение The Mountain King Опа Это что такое еще? Зачем? Зачем? Аааа Я ради чего так старалась? Чтоб его придавило здоровенным мужиком? А, нет Не придавило Но хорошего все равно как-то мало Охренеть у деда медленно Желудочный сок работает Айт Ну это я просто очень долго проходила игру На самом деле Поэтому мне кажется Что она там долго сидела Блин Ну это ужас Это кошмар И таким образом Реально все Ааа Короче тут все Тут и красная шапочка Получается Что она из брюха Из его значит Вылезла У Тува У Тувы остался Последний Подарок Для Олли Тут и рапунцы И Все остальные дела Ну слава богу Ну слава богу Хоть мы не зря старались Пацан живой Хотя бы Бедный Че дед тоже живой? Ага И мне сейчас надо будет Вы... Ага И со смертью горного короля Его тюрьма начала Рушиться Слушайте Ну пока От меня ничего не зависит А вот теперь зависит Она просто Она просто идет вперед А я должна что-то нажимать Типа в стороны Не в стороны Нет? Ааа Друг! Лемус Никогда бы не оставил Своего единственного друга В беде Он уже вообще Не первый раз нас спасает Такой порожий Бегите Бегите Мои маленькие Он же сам здесь погибнет Так Он их закроет с собой Я не хочу так Мне и не покажут Она проснулась от кошмара Напуганная своими воспоминаниями Ей захотелось обнять брата А его нет Но его нигде не было Ага Теперь мы будем Искать брата Вообще Дурдом То есть Типа Мы всю Всю игру искали Сестру Теперь Будем еще Остаток игры Искать брата Это Какая-то Этот Ванька дом Маньки нет Манька дома Ваньки нет Че происходит Так А че Я вот эти фигурки Не могу брать Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа а это это значит они ну рост измеряли прекрасно прекрасно а где родители и почему мы такие крошечные что происходит в общем тут ничего нет пойдем на в улицу не пойдем на в уличу значит в окно пойдем смотреть home again достижение получено однако темнота снаружи не пугало ее господи блин ты чё добик зачем так делаешь потому что она знала что у нее есть брат который вечно выскакивает из-за каких-то углов и пугает ее ох ребята что я вам могу сказать на этот счет я считаю что это не стоило своих денег вообще ни в коей мере я повторюсь сейчас и скажу что это стоило типа в три раза дешевле чем atomic hard и atomic hard типа ну раз в 20 круче сделано и ну не знаю как то интереснее динамичнее там и так далее окей не каждая игра может ставить перед собой цель быть динамичной и все такое но они заявляли сюжет они заявляли какие-то там скандинавские сказки в итоге ни одной сказки не рассказали как можно было столько столько линий каких-то напихать в три часа геймплея я если честно не понимаю какая-то женщина которая заманивала мужиков в лес чудом и ей там на звездячили она короче откатилась в закат покей потом какая-то бабка с граблями ходила из-за этого началась чума а потом а значит еще был какой-то король из-за которого все королевство опутала терновником а как остальные эти чубрики связаны с этим терновником никто нам не расскажет кто такой оля и его сестра по хренам такие крошечные чаще происходит кто такая туго ну короче никакой истории я за это не получила стрей стоило где-то в два раза дешевле примерно чем эта игра ну в полтора раза может быть дешевле стоило чем эта игра и она была и не знаю во сколько раз круче там просто за там каких-то шесть-семь часов геймплея тебе рассказали реально увлекательную историю с реально крутыми какими-то интересными находками ну конечно ладно окей там сравнивать это допустим последнее дело но факт остается фактом историю нам не рассказали геймплей ну такой типа достаточно уныленький единственное за что его можно похвалить это за визуал за атмосферу все к сожалению я в играх ищу не этого я в играх ищу собственно каких-то эмоций преимущественно от истории ну такой вот я человек что поделать я не знаю это какой-то мой загон вы можете с ним не соглашаться это как бы совершенно нормально то есть кому-то может быть интересен именно вот такой геймплей когда ты просто фигачишь одно и то же пытаешься там убить какого-то босса 15 тысяч раз но люди же любят dark souls типа она считается одной из самых лучших игр там на вообще на всей планете за всю историю там все дела короче круто ничего не имею против не мое просто не мое вот я люблю чтобы мне внятно рассказали чё к чему и я понимала что делать вот это все нравится вот атомик хард мне нравится вот лара кровь мне нравится вот деливера с марс там конечно были сложные головоломки но там типа тебе было ради чего их проходить то есть было прям интересно узнать чем закончится вся эта история в общем какой-то такой вывод я могу сделать очень хорошо что она оказалась короткой потому что в прошлый раз когда мы с вами были недовольны дисбалансом и какой-то хренью в black tail мы с вами решили что такие бесячие игры мы будем бросать этому бросить не успели в общем-то это прекрасно деньги не пропали вы я надеюсь посмеялись порадовались надеюсь я все равно несмотря на все это подняла вам настроение себе я его благо тоже не сильно испортила поэтому короче надеюсь у нас у всех все круто а пока подписывайтесь на канал ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях все ссылочки как всегда в описании всех уже люблю пока пока